Чем дальше, тем больше растут аппетиты фальшивомонетчиков. Если раньше подделывали 100-рублевые и тысячные купюры, то в последнее время чаще обнаруживают липовые банкноты номиналом 5000 рублей. В последнее время на территории города Нефтекамска обнаружили факты сбыта поддельных купюр. В основном поддельные купюры номиналом 1000 рублей – 5000 рублей. Поддельные купюры на ощупь очень сложно определить, так как они хорошего качества. И убедительная просьба граждан города Нефтекамска при обнаружении поддельной купюры незамедлительно сообщать в полицию по номеру 02. И при этом надо постараться запомнить человека, который принес данную купюру. Растут не только аппетиты, но и мастерство исполнения фальшивок. Сейчас фальшивомонетчики научились обходить большую часть степеней защиты. Некоторые без специальных аппаратов от настоящих не отличить. Но все же прогресс на месте не стоит, и некоторые барьеры непреодолимы. Здесь мы видим всю купюру, как есть она, во всей красе. На вкладываем прибор, прибор у нас видеомонитор показывает только определенные части, которые скрыты, визуально мы их не видим. Мы их видим в общей фоне, а прибор выделяет их и показывает нам определенные участки. Мы проверяем. У нас, чтобы, скажем, проверить подлинность, есть специальная табличка, по которой мы сверяем. Зачастую фальшивки обнаруживают уже в последнем звене цепи покупатель магазин «Банк». Мастерство исполнения поддельных купюр порой такое, что не спасают даже аппараты с ультрафиолетовыми лампами. Торговым точкам помогут в обнаружении фальшивки и машинки для счета денег. Простым горожанам не стоит отчаиваться. Есть несколько видимых элементов, которые подделывать фальшивомонетчики, как бы ни старались, так и не научились. Рядовой потребитель, который попадает в купюры, может проверить, каким образом. Путем наклона банкноты вот здесь вот, на этом участке, вот эта гильдарширная лента называется, орнаментальная, да, поворачиваем вот так вот под наклон, и мы видим радужные полосы. Скрытые элементы МВС называются, а в простонародье радужные полосы. Они красивые, четкие, и вот эти полосы продолжение вот этого цвета, то есть одна труда на них. Вот на них зеленые не могут быть, обязательно оранжевые или такие. Второй способ проверки, это вот герб, мы смотрим, он такой красивый, малиновый, вот так повернули его, он стал золотисто-зеленым. Если наклонять, он свет меняет. Вот второй момент. Третий момент, вот здесь вот на эмблеме Банка России есть светопеременный лак. Он только на этой петельщине купил, на другой нет. Вот тоже при наклоне банкноты этот лак меняет цвет, со светом на более темный. На этой банкноте у нас, по сравнению с той, которая была до этого, изменился внешний вид, вот, это лицевая сторона банкноты, появилась постоянно видимая вот эта вот орнаментальная полоса, которая при наклоне банкноты имеет продолжение такого же цвета. То есть вот эта вот линия начинает иметь продолжение. Также вот здесь вот на гербе города Ярославль появилась горизонтальная белая полоса, которая при наклоне издает эффект, как перекатывание. Она как будто перекатывается сверху вниз. Если вы все же обнаружили поддельную купюру, не стоит даже стараться от нее избавиться, расплатившись в магазине. В уголовном кодексе есть статья за сбыт поддельных денег. Ей предусмотрен реальный срок лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин